Похоже, что суворовские коммунальщики решили перевыполнить план подготовки к зиме. По крайней мере, работают с опережением графика. Уже полностью отремонтированы все насосы. Готовы к работе 15 из 18 городских котельных. Там, где отапливать дома централизованно оказалось нецелесообразно, жильцам за казенный счет установили АГВ. На сегодняшний день работают 26 человек. Сейчас выполняются работы по монтажу котлов индивидуального теплоснабжения, а также ведется обвязка и вода в жилые помещения. Жильцы домов в поселке Краенко обрадовались установке индивидуального отопления. Квартиру Ирины Афониной раньше отапливала старая котельная. И зимой в комнатах было очень холодно. На новую АГВ Ирина Алексеевна возлагает большие надежды. Ожидаем мы то, что у нас будет теперь всегда тепло. Вот как захотим мы, какую температуру воздуха в квартире, вот такая она у нас и будет. Износ теплосетей в Суворовском районе составляет более 70%. В этом году коммунальщики заменили 54 и полностью переложили полтора километра трубопровода. Активно ведется подготовка к зиме котельных и жилого фонда. На эти цели из бюджета было выделено 32 миллиона рублей. На 80% подготовлен жилой фонд. Это промывка системы отопления, это опрессовка системы отопления. Сложная сейчас ситуация в муниципальном образовании рабочих поселок Агеева, но администрация Суворовского района прикладывает все силы. И мы, в общем-то, думаю, что мы войдем в зиму без отставания и без увеличения сроков подготовки. В ближайшее время суворовские власти планируют установить индивидуальное отопление еще в четырех населенных пунктах. Работы по подготовке к газификации уже ведутся. Но жителям этих поселков, скорее всего, придется ждать тепла до следующей зимы. Сергей Речица, Алексей Чичвадзе, ТВ-центр Тула.